Месяц подготовительных тренировок. Бессонные ночи перед финалом. Обтягивающие платья и втянутые животики. Земля буквально уходит из-под ног из-за диет, волнения. Однако надо взять себя в руки, надеть каблуки и выйти к зрителю и жюри. Готовились к этому ходу после финала? На это ушло где-то месяц. Тренировки были каждодневные, ежедневные? Минимум две в неделю. Каблуки ломали? Нет, все было хорошо. На ножки тряслись. 17 очаровательных молодых девушек покоряли своей красотой зрительный зал. А главное многочисленное жюри, которым предстояла трудная задача. Этим вечером выбрать ту, кто будет достойна в течение всего года. Гордо нести звание. Прогожу не по лесье. 2017. Конечно, конкурс красоты я бы в Пинске объявляла бы даже больше, чем раз в год. Как у нас проходит. Потому что у нас очень красивые женщины в Пинске. Естественно, мы, как компания Фаберлик, заботимся об этой красоте. В былые времена судьи в первую очередь оценивали внешние данные. Конкурсанток с лишним весом и ростом ниже 175 сантиметров отсеивали еще до финала. А сейчас все изменилось. Внешность куклы Барби ушла в прошлое. Получить корону можно не только, как говорится, за красивые глаза и искусственные губки. Знаете, иногда очень обидно смотреть на девушек, которые делают себе что-то там. Ну, губы, возможно. Ну, у всех есть. Как бы все сталкивались с таким. И я в этом плане за натуральную красоту. Я обожаю натуральную красоту со всеми ее недостатками, со всеми ее изюминками, со всеми ее неровностями, морщинками. Это натуральная красота. И так и должно быть, я считаю. В конкурсах красоты сегодня на первое место выходит интеллект девушек и их острый ум. И как раз о своих увлечениях в жизни полесские прыгожонии могли рассказать в конкурсе «Визитная карточка». И здесь не было равных конкурсантки под номером 16. Ее монолог на белорусском языке не оставил ни одного равнодушным. Походка от бедра, отточенные движения каждого дефиле, прекрасные улыбки – это та картинка, которую видела публика, сидящая в зрительном зале. Однако за кулисами вырисовалась совсем иная картина. Скоростное переодевание девушек, да так, чтобы не испортить прическу, не размазать макияж. Жуткое волнение перед каждым выходом спасали девчонок лишь их группы поддержки. Волнение, конечно же, есть, но это очень приятное волнение. Это мой второй конкурс такой красоты. И мне очень интересно, тем более опыт какой-то приобретаешь для себя. Какой? Нас вот учили ходить на сцене, держаться уверенно, говорить правильно, не волноваться, не путаться. И я думаю, что это получилось. Мне очень все нравится, девочки приятные. Вот эти примерки, все вот это, чувствуешь себя такой прям девочкой. Ну и как насчет соперниц все-таки? Соперники? Ну, я не считаю их соперницами, они все хорошие, как бы мне нравятся они. Вообще у нас дружелюбная была атмосфера. Мы все общались, мы все помогаем друг другу, потому что очень тяжело. Извините, мне надо бежать. За кулисами тем временем за всем действом наблюдала победительница конкурса красоты «Прыгажение Полесье-2016». Она специально сегодня приехала из города Бреста, чтобы передать корону новой победительнице. Да, я сегодня специально приехала к вам на праздник. Такой праздник, праздник красоты. Девочки очень красивые, все прекрасно. Не жалко расставаться стороной? Как сказать, расставаться. Я для себя буду всегда «Прыгажение Полесье-2016». Для меня это было очень приятно. Конечно, девочки очень красивые, и им передать этот титул всегда приятно. Кульминацией конкурса стало объявление победительниц. Вторая вице-мисс, по мнению жюри, стала Виктория Шатила. Первая вице-мисс – Ксения Гурина. И победительницей «Прыгажение Полесье-2017» стала Надежда Дунец.